Добрый день, дорогие друзья! Это программа у Татьяны «Наша песня». Сегодня мы разговариваем с человеком, которого я очень и очень рада видеть. Это артист. Привет! Мультиинструменталист, композитор, поэт, продюсер. Это Игорь Саруханов. Добрый день! Игорь, мы с вами начали разговаривать и вы сказали, что завтра едете на гастроли. Какие сейчас могут быть гастроли? Расскажите. Ну, какие обычные плановые гастроли. Это сольный концерт в городе Ялта. Афишный концерт в городе Ялта. И это сегодня делают многие артисты, кто собирает залы. Потому что надо как-то жить, надо же семью кормить. А это единственное, что мы умеем делать. Я понимаю ситуацию. Я, значит, у меня две прививки от ковида. У моего коллектива тоже все привитые практически. Кто нет, тот будет с ПЦР-кодами. Но это уже сегодня не секрет. Многие работают официально. Люди ходят на концертах. Вот такая. Игорь, вы едете с хорошим настроением, как я понимаю. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вы столько лет гастролируете? Усталость? Ну, скорее эмоционально. Я не про физическую говорю. Не наступило, нет? Нет, пока нет. Дело в том, что я исполняю свои собственные произведения. И до сегодняшнего момента, даже до вчерашнего дня, продолжаю писать песни, записывать в студии, выпускать новые альбомы. В прошлом году, в декабре я выпустил 4 или 3 декабря, я выпустил свой какой-то там по счету альбом. Сейчас я работаю над альбомом этого года. Будет называться «Эмоция». Там туда пойдет 10 песен. Обычно всегда 10. И существует команда, которая помогает мне. Она много лет со мной уже. Мы раскручиваем песни по той технологии, какая существует. Сегодня нам интернет предлагает новые какие-то варианты оповещения. И даже очень быстрые, скажу так, варианты доставки информации до слушателя. Они намного быстрее и качественнее, чем телевидение, кстати говоря. Вот. И вот сегодня, например, именно сегодня, вот в этот день, вышла моя новая песня «В свет». На всех моих страницах, абсолютно везде, во всех сетях, где можно написать Игорь Саруханов, там вы увидите новая песня, которая называется «Что ты сделала со мной». Ну, вот как-то так. Игорь, поздравляю. Спасибо. Я обязательно послушаю эту песню, потому что вот видите, как вы меня просто ошарашили, что оказывается сейчас и диски выпускайте. Говорят же, что это уже и жило себя, что это ушло. Дело в том, что диски я выпускаю только для, как сейчас сказать, для работы в концертной области, то есть они продаются во время моих концертов. Это вызывая имя мерч, да. Но в свободной продаже их нет, они есть только у меня на сайте, их можно купить. И в основном все продается в цифровом отображении, то есть они попадают в Spotify, они попадают везде, то есть в iTunes и так далее. Во все цифровые площадки, где прослушивание происходит за деньги и покупки, так сказать, произведений, альбомов. И в отдельности каждую песню можно купить отдельно или вместе. Вот, в общем, вот так. Сегодня этот характер работает очень. Скажите, пожалуйста, ведь это совершенно новые технологии. И вы так легко владели этим, да? Владеете, вы сказали, что? О, владели. Когда-то же по-другому. Очень давно, причем давно, с того момента, как появился интернет. В 2000 году прошла моя первая пресс-конференция мировая в интернете. Я тогда презентовал свой альбом, который назывался «Это не любовь» 1999 года, но он вышел в 2000. И первая презентация была уже в интернете в 2000 году. Так что я уже давно этим занимаюсь. Игорь, ну, молодец. Ну, что я могу сказать? Потому что некоторые до сих пор, понимаете, не знают, что делать. Что такое интернет, не знают. Мы же с вами собрались не для того, чтобы о них говорить, а о чем-то другом, скорее всего. Потому что очень много людей, которые не хотят развиваться, вы правы абсолютно. Ну, да. Я просто восхищаюсь вами. Потому что, ну, это просто здорово. Потому что считается, что композитору еще и продюсер нужен. Есть у вас продюсер? Или вы сами не знаете? Да, это я вот уже много-много лет. С тех пор, как я его придумал, себя. Это с 85-го года. Так что... Вы имеете в виду, когда вы сольную карьеру начали делать, да? Да. Да, я думаю, вот можно считать, что с 85-го года я являюсь продюсером Игоря Саруханова. Я, Артур, я продюсер. А вот скажите, такая вещь, мне не очень понятно. Вы пели в самых популярных группах, теперь вы работаете сольно. Разница есть для вас? И что более привлекательное? Разница, смотря в чем разница? Для вас. Для меня. Для вас характер. Конечно, есть, потому что она очень хорошо прослеживается. Она вообще-то на самом деле кроется во взаимодействии между артистами, стоящими на сцене. Если это группа, о которой вы говорите, то это одно взаимодействие. То есть мы абсолютно в одинаковой ситуации, в одинаковом положении. У нас есть продюсер. Неважно, я это будет или кто-то другой. Но это во время съемок, во время каких-то концертов. Это некое такое артистическое, вернее, по законам сцены, некое взаимодействие. Я не знаю, как это объяснить. Но, наверное, это связано с актерским мастерством, может быть. Потому что должно быть интересно. Потому что стоят три фронтмена. Не один я вот сейчас. Но я могу сказать, что группа Круг, она возрождена. Я сделал ее, я, так сказать, продюсер еще, группа Круг. Своей же, собственной, любимой. Вот я ее возродил. Она встала на ноги крепко. Мы записали вчера новую песню для нее. Это будет, опять же, во всеуслышании. То есть все увидят все новые релизы. Эта группа уже приглашает. Группа Круг. Она уже, ее опять заново, заново приняли. Как сказать, в строй, так сказать. Она встала. И ее пригласили. Вот сейчас последняя ласточка, приятная для нас. Это то, что она, группа Круг, приглашена на бархатный шансон в город Сочи. Вот, на выступление. Нам дали выступить. И это будут съемки. Это будут прямые включения. И я всех приглашаю, пользуюсь случаем. Это будет с 7 по 11. Вот в какой-то из этих дней будут прямые включения. Будет телевидение. Это такой фестиваль очень мощный. Где будут все артисты. Это очень важное мероприятие. На котором надо обязательно участвовать. И я и группа Круг. То есть, получается, Игорь Саруханов и группа Круг принимают участие. Это большое событие для меня лично, как для продюсера. Вот этих двух единиц. Саруханова и группа Круг. Вообще неотъемлемые части. Но, как продюсер говорю, для меня это большая честь. И я считаю, что это хороший прорыв для группы Круг после 30-летнего забвения. 30-летнего. Понимаете? Ровно 30 лет группа Круг и появлялась. И вот она сейчас возродилась. Благодаря, конечно, тем песням, которые были написаны и спеты. Спасибо огромное людям, которые не забывают нас. Благодаря им письмам, отзывам, комментариям. Понимаете? Мы все-таки существуем. Мы живем. Мы живы. Так что мы скоро увидимся в Сочи. Игорь, но 30 лет – это огромный срок. Да, я понял. И что? 30. Да, я говорю, несмотря на 30 лет за тишины, группа Круг встала на ноги. Но, конечно, не без моего участия. Потому что я провел такую достаточно большую работу. Вот в ноябре или в декабре будет ровно год, как я работаю над этим проектом. Я взял как раз год. Сейчас объясню, почему я этим занялся. Потому что мы находимся в преддверии 40-летия группы Круг, которая произойдет вот с января следующего года. То есть в следующем году группе Круг нам исполняется 40 лет. И в 40-летие мы готовим и старую, и новую, обновленную программы. В моем концерте 22 октября в Вегас-Сити-Холле группа Круг примет участие активное. Игорь, забронируйте, ну, хоть один билетик, ну, хоть контрамарочку какую-нибудь. Как-то будем делать, потому что нам билеты не дают. Мы только можем сегодня такие времена, но мы что-нибудь попробуем сделать. Ну, наверное, будет какой-то кухне вношенок, как-то будете договариваться. А вот еще такого рода вопрос. Вы в музыке занимаетесь очень многим. И играете, и сочиняете, и поете, и так далее. Что-то вам нравится больше? Или это все настолько взаимосвязано, что нельзя разделить? Это комплексная работа, которую я привык делать уже многие годы со школьной скамьи. Просто когда мальчик, школьник, берет просто в руки гитару и поет чужие песни, это одно, песни лучших композиторов наших, да, что я и делал. Но параллельно мне приходило в голову, что почему бы не спеть какую-то свою песню. Какие-то эмоции, которые волновали меня, как ребенка в шестом классе. Сами понимаете, вот я сейчас смотрю на свою дочку, она пойдет в седьмой класс, и я смотрю на нее, вижу себя, вот эмоционального молодого человека, который влюбился впервые в этом возрасте. Эта эмоция заставила меня написать песню, понимаете? Потом вторую, третью, четвертую. То есть вот у всех по-разному. Вот у меня произошло, со мной это случилось. То есть я играл на гитаре, то есть я зашел таким образом в вокально-инструментальный жанр. Я его называю жанром, потому что, можно сказать так, хотя свой диплом я защищал на тему вокально-инструментальное искусство. Да, искусство, конечно же, меня даже поправила мой педагог в институте. Но я с ней спорил, потому что, понимаете, я говорю, жанр, жанр, ну да, есть жанр музыки, а тут, понимаете, ансамбль вокально-инструментальный. Она говорит, все равно это же ВИА, вокально-инструментальный ансамбль. Ну вот я как-то в этом жанре, я в нем вырос. Она говорит, нет, вы выросли не в этом, вы в этом искусстве выросли. В жанре песни вы выросли. Я говорю, ну вы правы, вы победили. В общем, я рос и, как сказать, в себе культивировал вот это искусство. Так и можно сказать, что действительно это искусство, потому что, вы понимаете, трудно объяснить, это не бренчание на гитаре, да, это играют конкретные партии гитарные. В это время, создавая образ, ты исполняешь, значит, тоже какую-то эмоцию воспроизводишь. То есть тут происходит несовпадение, потому что это все равно, что одновременная игра и пение – это очень сложное искусство на самом деле. Оно приходит с годами. Я обрел его, конечно, играя в самых вот тех замечательных группах, о которых вы говорили. Это группа Стасонамина «Цветы», это группа «Круг», моя любимая, и «Синяя птица». Мне удалось сам после армии сначала поработать в «Синей птице», потом в группе «Цветы» Стаса Намина, потом уже мы создали свою группу «Круг». Вот, это, конечно, навыки, все эти навыки мы осваивали вот в этих, ну, такие, как я, да, вот люди. Мы осваивали, естественно, в этих группах. Вот, поэтому разница колоссальная. А вопрос, простите, вы задали, я забыл. Что вам больше нравится – сочинять, играть, петь в музыке? Что вам больше нравится? Мне нравится вот именно то, чем я сейчас занимаюсь. Мне нравится стоять на сцене, исполнять на гитаре и петь эти песни. И желательно, чтобы они были мои, потому что я вот уже люблю и привык это делать. Вот, и это мне очень нравится. Я не знаю, смог ли я просто быть гитаристом. Наверное, да, но мне, для меня это мало, слишком мало для меня. Просто певцом тоже маловато. Поэтому вот такой некий комплекс, вот симбиоз, да, вот, который сейчас во мне. Вот он меня очень устраивает, мне нравится. Вот об этом я и спрашивала. Что здесь самое главное, то, что вам это нравится, вас это устраивает. Вы полностью себя выражаете. Абсолютно верно. Но я вам должна сказать, что все-таки вокальный инструментальный жанр. Пусть ваш педагог называет, как она называется. Вот видите. Вот, вот. Все-таки, да? Это жанр песен и искусство. Это более широкое. Это искусство. Это искусство. А жанр, жанр бардерской песни, жанр джазовой песни и жанр веа. Ансамблевые песни. Ансамбл. Да, да. Да. Ну, это классификация. Это не так важно. И скажите, пожалуйста, вот дальше вытекающий из этого вопрос. Но вы не только музыку пишете, но и стихи. Как это получается? Так, вот это произошло, наверное, в шестом классе, когда я... В шестом классе я первый раз описал песню полноценную, как я думал тогда, вот, и со стихами. И, естественно, сейчас нельзя сказать, что это были профессиональные. Нет, ни в коем случае. Но с годами, с годами, опять же, работая долгое время на профессиональной сцене, вот эти мои какие-то навыки детские, когда-то школьные, они потихонечку, медленно обрастали профессиональным, профессионализмом. Да, потому что я на своем пути встречал Михаила Исаевича Танича, например, да, вот, Игоря Кахановского, ну, очень многих, Игоря Шеферана. Это люди, у которых я учился, хотите вы этого или нет, потому что они говорили, Игорь, ну, так нельзя, ты должен посмотреть, что происходит. И я смотрел, я читал, я с ними сотрудничал. И, кстати, во многом, я помню, в дальнейшем ставший моим другом Анатолий Баев был такой, если вы знаете, помните, в Министерстве культуры он как раз отвечал за музыкальные учреждения. УМУ – это управление музыкальных учреждений. Он мне как-то, мы тогда еще просто только познакомились, и я приходил туда для того, чтобы подписать какую-либо, значит, программу. Без этого никак нельзя было. И он мне говорил, Игорь, обратите внимание на правильный выбор литературного материала Юрия Михайловича Антонова. Вот, он мне все время говорил, обратите внимание, что вы, а то вы когда пишете сами, вы можете неправильно как-то понимать, что происходит, да. Вот, он очень тонко мне объяснился, я никогда его слова не забуду, вот, я ему очень, Анатолий Иванович, Анатолий Иванович Баев – это замечательный человек, я его очень люблю, уважаю. Я, правда, давно его не видел, не знаю, какова его судьба, как она сложилась, но я помню, что он был ректором одного из институтов наших. Но суть в том, что я действительно обратил внимание, я обращал внимание на то, как, во-первых, вы знаете, сейчас я вот просто несколько слов скажу о том, ну, есть Пушкин, я еще обращал внимание на Владимира Семеновича Высоцкого, да, как в одной строчке, как в одной строчке. Это удивительно, ну, я не знаю, это просто фантастический профессионализм, когда в одной строчке укладывается почти вся тема, то есть вся история, как они, как они. И я стремился к этому, во-первых, безупречная рифма, понимаете, вот это, она должна быть безупречной. И я обратил внимание, что у многих выше названных, да, поэтов наших уже в современности, у многих неплохая безупречная рифма, вот. Ну, с Владимиром Семеновичем, там, я не знаю, и, допустим, Апухтин, и, опять же, Пушкин, Некрасов, это же такие столпы, которые все объясняют. Не надо ни у кого спрашивать, возьми книжку, прочти несколько стихотворений и пойми, что такое стихотворение. Тогда твои стихотворения будут называться стихотворениями, а не текстами, это же очень важно, и глубина, и так далее, и драматургия, развитие, все, и все это, вот это все, 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 я поздавал за все эти вот долгие годы и очень благодарен тому, что произошло. Ну, вы настолько глубоко копаете, обычно, все-таки, когда говорят о песенной поэзии, ну, нашего времени, все-таки Игорь Шоферан, Танич, Дербенев, естественно, Аня Ленечка, да. Ну, можно ряд продолжить, потому что это все потрясающие мастера, Владимир Харитонов, но о чем говорить. Да, всех знаю, всех, всех знал. Ну, вот я хочу сказать, что беседуя с композиторами, с артистами, вот этот ряд поэтов называли, но чтобы назвали Пушкина, а не более Пушкина, вот то, как вы это сделали. Это моя мама, моя мама, я ей очень благодарен. Она нет-нет, когда я приходил на побывку в армии, и мы сидели с ней до часу ночи на кухне, разговаривали, а она говорит, ну, ладно, я пошел спать, ты тоже давай просыпайся там, ложись, то тебе рано вставать. Вот, она оставляла Томми Капухтина с закладкой, понимаете? И я так смотрю, что это такое. После этого, эту песню, четыре года я пел в группе Стаса Намина под гитару, это был замечательный романс, я его так и назвал, она у меня зарегистрирована. Будьте счастливы, без жалоб, без упрека. Это гениальные стихи, стихи о Путина, 1800 какой-то там, 40 какой-то год, по-моему, 47, не помню. Для поэзии, время, годы, они как-то, понимаете, исчезают. Мама была, по-моему, преподаватель, да, у вас? Да, русского языка и литературы, да. Вот, так что вот она сыну передала. Конечно, это точно. Любовь к поэзии, искусству, культуре, это все мама. Она и музыкантом была, она закончила музыкальное училище самаркандское. По классу фортепиано. Она могла бы преподавать ей музыку, но она выбрала. Да, и в Самарканде же она закончила педагогический факультет университета самаркандского. Филологический факультет. Занималась тем, что учила детишек. Мы жили в городе Долгопрудном. Она умудрилась, это было гениально. Она устроила нас с братом в разные школы. Зачем? Это гениально, это потрясающе. Я сейчас объясню, наверное, потом мои уже. И сама преподавала в третьей школе, другой. То есть я в шестой, Долгопрудного ваган, мой брат в девятой школе, и мама в пятой школе, или в первой. Я вот учила, да, в городе Долгопрудного. И я сейчас объясню. Дело в том, что когда твоя мама преподает в твоей школе, то ты начинаешь быть маминкиным сынком. Вот. Более того, когда твой младший брат учится в школе, где старший брат учится, он тоже становится таким битым мальчиком. Потому что, а, брат, да, в старшем классе. Это было гениально. Я не знаю, мама, она это сделала не случайно, она сделала правильно. И мы каждый отвечали сами за себя. В своих школах мы росли, обретали, мы обрастали, и друг другу не мешали. И мама не мешала нам вставать на ноги. И я брату своему не мешал. И вот это было замечательно. Я очень ей благодарен за это. По-моему, это мудрейшее такое родительское решение о воспитании и самостоятельности. Очень, очень мудрое. Боже, говорю, вам в жизни столько удалось, потому что вы привыкли быть самостоятельным, как я понимаю. Да, да. Это вам. Мама передала гены потрясающие, которые у вас есть. Ну, папа тоже был мудр, очень. Он молодец там, конечно. Он ученый был у нас. У нас ученая. Вот так. Науке. Папа у нас наукой занимался, но он был очень занят. И все время, конечно, мы были в школе, а потом встречались дома. Ну, мама есть мама. Мама, конечно, чаще нас видела. Она аккуратно следила за тем, чтобы мы все закончили музыкальную школу по классу гитары классической. Вот. И это было прекрасно. Как она это аккуратно делала. Ты возражала, что это гитара, а не фортепиано? Она отдала на фортепиано. Я прошел по конкурсу, но мест не хватило. И сказали, поскольку вы шли на фортепиано, можете выбрать любой инструмент. Потому что на... И она выбрала класс гитары. Потому что она любила петь романсы. Гитара классическая, конечно, была в школе, да? Конечно, конечно. Я классический гитарист. И сейчас уже, конечно же, эстрадный рок-гитарист. Можно даже сказать. Что это разные вещи. Абсолютно. Электронный королевит. Это самообразование, скажу так. Это вот рок-гитара, это самообразование. Конечно. Конечно. Это и литература западная, это и практика. Конечно. Много слушали, много снимали звуков партий. Beatles, The Purple, Led Zeppelin и так далее. Там целый ряд этих инструменталистов замечательных. У которых мы, вот эти дворовые музыканты, учились играть на электрических гитарах. Как моя дочка называла. Папа, я хочу играть на рок-гитаре. Давно было. Она увлекалась, сейчас она заканчивает музыкальную школу по классу фортепиано. Все-таки, да. Ну, то есть, наоборот. Ну, да. Увлекалась рок-гитарой, а перешла к классике. Конечно, конечно. Вы знаете, я очень рада, что вы вступили в союз композиторов. Ну, для меня это важно, потому что вся моя жизнь связана с союзом. И композиторов, которые вокруг, которые вместе с нами. И вы рассказывали историю, что вступить в союз вам посоветовала мама. Это действительно так? Это да, это история. Потому что мне на первом, там же три этапа было, если вы помните. И на первом этапе, я не помню, кто-то задал вопрос, то ли Саша Добронравов, наверное, мой хороший товарищ. Он говорит, нет, кто-то задал вопрос, скажите, Игорь. По-моему, это был один из последних вопросов, который звучал так. Скажите, вот у вас же все есть, как у музыканта, как у артиста. Скажите, а зачем вы сюда пришли? Я говорю, знаете, я мечтал в этих стенах рассказать эту историю. Именно в этих стенах. И я рассказал историю о том, как однажды на худсовете мелодии, фирмы «Грандзаписи мелодии», которая не приняла в очередной раз мою пластинку, которая называлась «Зеленые глаза» со знаменитыми песнями ныне. И знаете, меня это очень сильно потрясло, потому что это была работа долгая. Я целый год работал над этим, над этой работой. Там 10 песен, по-моему, было, или 9. Это были знаменитые песни, которые сейчас, они знамениты все. Но меня не принимали это никак. И я приходил домой нервный. И в тот раз, в тот вечер, я пришел домой. Мама спрашивает, что такое на тебе лица нет? Ты весь серый, зеленый какой-то вообще. Что такое? Я говорю, ну вот у меня не приняли пластинку. Я очень злой. Она говорит, а почему? Я говорю, ну потому что я не член Союза писателей и не член Союза композиторов, мама. Она говорит, ну какая ерунда, иди мой руки, садись кушать уже там готова. Да стань, пожалуйста, и членом Союза и того, и другого, и иди кушать. И я сказал, хорошо, мама. И вот я сказал, вы знаете, вот сейчас я уже 10 лет, на тот момент вступления в Союз композиторов, я уже 10 лет был как член Союза писателей России, да? Вот, я говорю, вот я, если вы, если вы меня примете в Союз композиторов, я возьму два удостоверения, вот этих два, куплю бутылку водки и поеду к мамину могилу и скажу, мама, я выполнил твое задание. Мама чувствовала ваши силы. Да, да, но история звучала именно так, и она звучала потом во всех остальных этапах, и меня на каждом этапе спрашивали, расскажите, пожалуйста, эту историю. Она, в общем, была трогательна, ну так. Ну, я помню эту историю, но я подумала, может, я что-то перепутала, а может быть для красного словца сказали, но коль вы повторите, значит, так оно, конечно, не будет. Нет, так и было, так и было, потому что я очень сильно был взволнован и взбешен, потому что я точно знаю, это уже был второй диск-гигант, понимаете? Ну, как же так? И мне шоферан говорит, подошел с прищуром таким, со своим, говорит, Игорь, давайте напишем песню, и все будет в порядке. То есть тогда пропустят все. Вот я говорю, понял, давайте. И я приехал к нему на Садовое кольцо, домой. Вот, мы написали с ним две песни, Листопад и Любовь. И все, и да, с Таничем, с Михаилом Саевичем, парень с гитарой. Вот, ну все, там с Кахановским, вчерашний день. Это было очень правильно. И несколько песен моих, на мои стихи, поэтому пропустили. «Зеленые глаза», «За рекой», там, «Желаете». Ну, много там было хороших. Вы знаете, тогда было так. Я очень хорошо помню это время. Я прекрасно помню Игоря Шоферана. Я прекрасно помню композиторов, которые сидели в худсоветах. Я знаю их позиции. А вы знаете, что после вот этого приема, когда мы все сделали и приняли меня, сказали, Игорь, останьтесь. Я говорю, куда, как останьтесь. Дело в том, что мы привлекаем молодежь в состав худсоветов. И сейчас мы будем принимать первую пластинку группы «Аквариум». Так. Я думаю, что такое за знакомое лицо под деревом. Там же у нас такое дерево, знаете, перед входом в здание, где я проходил худсовет. Если вы помните, на первом. И там под деревом стоял БГ Борис Гребенщиков. Я думаю, что-то знакомое. Потом я понял, вот это кто был, оказывается, Гребенщиков. И я остался на худсовете. Я даже не поверил. Как же так? Я не член Союза. Ну, потому что у меня уже два диска. Гигант-то было уже, получается. И меня оставили. Да, я проголосовал за них, конечно, за принятие. Обновление идет. Нравится нам это или не нравится. Оно идет. Точно даже, как ВИА появились, их встречали сначала в штыки, а потом это стало нормой. И теперь вы просто классик. Да. Классик. Так не хочется быть старым, взрослым. Если вы еще гастролируете, то я думаю, что до старости все далеко. Если вам хочется ехать, если вы ездите. У меня прям, я полон энергии. Я это чувствую, что у нас получится. И впереди несколько концертов. Это здорово. Это очень здорово. И я свою любимую группу поставил на ноги, вернул, возродил. Это тоже для меня большое. Это вообще, на самом деле, не так просто. В сегодняшней особенно. Вот именно в пандемию, понимаете, когда какая-то проблема произошла, большая для всех, для всех индустрий. Особенно и в нашей. Это вообще очень сложно. Мы как-то так не привыкли к таким вещам. И так она сложная профессия. А тут еще добавили. И поэтому именно в эти дни, в этот период, возродить что-либо. Не просто новую песню, вы понимаете, а целый коллектив поднять на ноги, поставить. И еще о себе не забывать, чтобы наши новые произведения, это залог успеха, кстати, артистам. Так мы с этого начали с вами разговор. Да. Понимаете, что вот эти полтора года, ну кто как считает, у кого полтора, у кого два года. Это чудовищные годы, потому что это коснулось всех. Это не только вас, только вашей группы. Это в целом и с композиторов, и меня, и песенную комиссию. Конечно, конечно. Всех, да. Как у вас, скажите, Татьяна Константиновна, как вы? Вы знаете, как у нас. Мы собирались 28 мая. Ну вот пару лет назад, да, скажем. И вы знаете, мы с трудом собрались, потому что Олег Иванов, он прививку не делал. Да. Он не хочет как-то лишний раз подать такую опасную ситуацию. Но я привела такой аргумент. Я говорю, Олег, ты ездишь на гастроли, ты сидишь в жюри, это что такое? Почему ты не можешь прийти в союз с композитором? Я вам коротко расскажу, но так оно было. Значит, нам директор дома композиторов дал большой зал. Это совершенно беспрецедентный случай, когда для заседания песенной комиссии, но настолько это важно было, настолько много людей собралось, что нам дали большой зал. Мы с Олегом, как начальство, сидели за столом на сцене. У нас был отдельный микрофон, и я, я привита, поэтому я не боюсь. Я Олегу говорю, вот тебе микрофон, говори в микрофон, и в зал даже не выходи, чтобы не было контакта, ты будешь спокоен. Но Олег сказал здрасте, а потом как прыгнет в зал, понимаете, все забыл, со всеми переобнимался, все сняли маски, потому что вот этот контакт живой, его нельзя ничем заменить. Конечно, я согласен с вами. Вот, то, что пошло на комиссию у нас. Понятно. Задавайте вопросы. Задаю вопрос. Отецки, я понимаю, что благодаря вашей семье, благодаря окружению, ну, как-то естественно получается, что вы человек творческий. А все-таки что вас вдохновляет? Любовь. Вот так, да? Любовь, она вдохновляет, она погружает в некое состояние эмоциональное, очень эмоциональное. Я могу сказать, что то ли я чувствую чье-то, чьи-то какие-то эмоциональные ощущения у моих друзей, я описываю ситуацию, ту или иную эмоцию. Даже вот альбом я назвал «Эмоция», потому что 10 песен – 10 эмоций. Вот. И это только такое вот. Любовь и все. Я не знаю даже, как еще объяснить, потому что она многогранна, многолика, и в то же время она беспощадна, иногда, порой, бывает. И это все сопровождается с эмоциональной нагрузкой, очень тяжелой порой, а иногда очень легкой. Поэтому вот это все, это просто, вы понимаете, это такое поле невспаханное, скажу я вам, что можно писать, вот не скажем, я вот 40 лет, ну почти каждый день пишу о любви, да? Я написал там своих 26-27, я уже со счета сбился, альбомов, в котором по 10-12 песен. В каждом альбоме по 2-3 известных, да, может быть. Кстати, там незаслуженно каких-то забытых, которые можно сейчас поднять, превратить опять в выдовариваемое состояние и продолжать их раскручивать. Так вот, я хочу сказать, что я очень благодарен, что это чувство, я не обделен, да, что оно у меня есть. Оно у меня и сегодня сопровождает меня и помогает мне создавать эти произведения. Вот только так я могу ответить на этот вопрос. Ну, вы знаете, это исчерпывающий ответ, потому что любовь многогранна, и вы это очень хорошо сказали, вплоть до беспощадности какой-то. Ну, которая вызывает просто взрыв наших чувств, ну, внимания. И вот такого рода еще вопрос. У вас очень много наград, очень много и на международных конкурсах, и на национальных, и телевизионных. Ну, я уже не знаю, какие награды. Ну, приятно. А? Приятно. Ну, и что? Я просто отвечаю, что награждаю, я очень рад. Вы знаете, одна награда была для меня, я, честно говоря, она неожиданной была. Вы Дорохина Викторовича хорошо знали, наверное, да? Я его знала плохо, но мы один раз с ним беседовали очень долго, незадолго до его ухода из жизни. Я его очень хорошо запомнила. В 97-м году, я очень хорошо помню, в декабре, в одном из, ну, в какой-то день декабря уходящего 97-го года, значит, Витя в 9 утра мне звонит по телефону и говорит, Игорь, доброе утро. А он так, он без юмора просто так, как вы знаете, он так, Игорь, привет, доброе утро, значит, Борис Николаевич Ельцин тебе присвоил звание заслуженного артиста России. Я говорю, Витя, слушай, ну, 9 утра, ну, дай поспать, давай посозвонимся в 11-12 хотя бы, ну, что ты вот говоришь, ну, что ты шутишь так? Он говорит, Игорь, это не шутка, у тебя в январе, там, 15-го, там, какого-то числа будет коллегия министерства, и тебя туда пригласят, тебе позвонят. Я говорю, да ладно, да? И так и получилось, и как раз в этот день многим артистам давали народного, там, кому-то народного, кому-то заслуженного, вот, и мне тоже. И я приехал в январе 98-го года, и это была очень интересная награда в Министерстве культуры, произошло. Вот Витя Дорохин, поскольку он был президентом продюсеров России, я был одним из них, там, в составе, да, этого союза, и он лоббировал. Он также многим из, там, из, допустим, пресняков старший, также утром получил от него звонок, говорит, да ладно, Витя, ну, прекращай шутить, ну, кому я там нужен, все. Говорит, вот так, он такой человек, он добрейший, великолепный композитор, и в то же время еще находил время выполнять функции президента своего союза, который он нас позвал, и он лоббировал. Он так аккуратно, так хитро все это сделал, ну, а что ему, там вопросы задавать не надо, потому что, вступая в союз, ты все, подаешь все документы же о себе, и все, имея все документы, можно было совершенно спокойно продвигать. Вот он так вот раз в год проводил вот такие замечательные... Очень интересная история, то, что вы мне рассказали, хотя это можно было предположить. Я вам говорю, мы с ним как-то встретились в работе, ну, и так получилось, то ли мы что-то ждали, то ли так, но я не знаю, долго мы с ним разговаривали. Он уже такой постаревший был, он уже болел, но я его видела впервые, мне было все равно, как он выглядит, понимал, что мы с ним разговаривали. И вот он сказал совершенно ультимативно, что союз композиторов просто обязан принять группу, и он назвал человек 25 талантливых музыкантов и сказал, вы должны нас принять группой. То есть, он ответил интересы, конечно. Да, вот он такой был человек, очень серьезный в этом смысле. Да. Он был ведущий такой человек. Молодец. Рассказывал про свои успехи, рассказывал про свои неуспехи, потому что тогда уже немножко на спад шло то, что у них было с Любой. Да, с Любой, и главное, что как только вот с момента ухода моего друга, любимого, родного Жени Белоусова, мы с Женькой Белоусовой были близкими друзьями, вот, и когда после ухода Жени, конечно, подорвало здоровье, все это, что они очень много вложили в Женьку, очень много с Любой. Вот. И в творческом, и они как родители были у него. Очень любили его. Ну, вы знаете, это в чем-то уникальный был проект. Да, да. Уникальный, согласен, согласен. Уникальный, он был штучный. Такого не было, и до сих пор нету такого. Нету. Дима Билан иногда напоминал мне по задору, да, но Женя это, это харизма какая у человека, потрясающая. Надо же знать его, я-то его изнутри знаю, потому что это мой брат вообще. Вот. Вот это мощь такая, сила, красавица. Эх, жалко человека нету. Ну, там все, вы понимаете, и потребность была в таком артисте, и я бы... Да. Мы многое помни, конечно, из этого времени. Была потребность в таком артисте. Аглаш. И они очень... Абсолютно, да. Вы знаете, я еще хочу спросить, потому что, наверное, это был 97-й год, я пришла работать в Дворец молодежи, я вам расскажу то, что было, а вы мне скажете, было это или нет. Ага-га-га. Абсолютно, что там, там, таким было. Да. Вот. И я с вами не пересеклась, но, по-моему, вы на втором этаже арендовали большое помещение. Совершенно верно, да. Вы знаете, Паша мне сначала выделил малый зал, там малый зал есть. Вот, я в этом малом зале, у меня там была база, там в закуточке хранились мои инструменты. Мы приезжали с гастролей, приезжали туда, мы там репетировали, там хранили аппаратуру, вот, и оттуда уезжали, там наши реквизиты, все-все-все. Потом, значит, мы поменялись мне, потому что там был не только у меня, там у Леши Глызина, у Игоря Талькова и, конечно, у Мазаева, у группы Моральный кодекс. И мы поменялись местами, Сережка Мазаев говорит, Игоря, мне там надо делать программу, давай мы поменяемся местами. Я говорю, да вообще не проблема, мы друзья же. И Сережка мне дал такое хорошее, очень уютное, такое замечательно уютное помещение. Ну, как дал, он просто договорился, мы просто взяли, переехали. Вот, такое было, да, тоже на втором этаже все это происходило, причем это недалеко от входа в большой концертный зал. У меня была комнатка очень удобная такая, качественная. Там комнатка большая была, минимум метров в пятьдесятом стояли. Да, 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 очень хорошо. Мы ее привели в порядок, повесили черные вот эти гобелены или как они там называются, тряпки специальные. Там можно было записывать, просто записывать песни, потому что студийная была обстановка, качественная, там приятно было очень. Да, было такое? Ну, что-то он был, Павел Викторович, Паша, да, он был очень предприимчивым, и что-то у вас там намечались какие-то разногласия, и он говорит, что же мне с ними делать? Я говорю, Павел Викторович, они такие известные, что как вы можете вообще покушаться? Вот он хотел, да, они хотели там просто отнять, ну, в общем, да, у нас у всех все отняли. То есть мы же там работали на них-то тоже, мы давали какие-то мероприятия, концерты бесплатные раз в год или два или три раза в год обязательно, да. Вот, мы таким образом рассчитывались за помещение, но что-то пошло, ну, так, у Паши, но какие-то свои соображения на этот счет появились, вот, и нам пришлось съехать всем, к сожалению. Ну, потому что вас я еще застала, я, ну, лично не видела, но я знаю, что вы были, остальных я уже не застала, наверное, они раньше как-то. Они чуть раньше, кто-то раньше, Леша раньше ушел, Глызин, ну, Игоря, Игоря Талькова не стало 6 октября, как вы помните, в 91-м году. Ну, вот как-то так, я вот в этой комнатке, вот в этой комнатке мы придумали всю аранжировку, я придумал песню «Скрипка леса», вот в этой комнате. Мы же там во время репетиций все и придумывали, да. Ну, просто я очень любила дворец, потому что мы впоследствии сделали конкурс, такой первый всероссийский конкурс артистовой эстрады, и Паша нам очень помогал, и поэтому... Вы знаете, я на Третьей Фрузинской живу здесь, недалеко. С Ядовичем, да? Понимаете, это удивительно. Я никуда из этого места, вот уже сколько лет, посчитайте, да, с какого года, я здесь, на Комсомольский проспект, все, никуда. Вот такая судьба. А Александра Николаевна тоже там живет? А на соседнем доме у нас гараж один с ней. Один гараж? Машины рядом стоят, вот так. Ну, я помню, потому что мы у нее иногда бывали, в ресторанах какие-то проще были. Ну, если надо о чем-то поговорить. У меня угловой дом, угловой Комсомольский и в Третье Фрузинская. Дальше пространство автомобилей заезжают, и дальше Александра Николаевна с Николаем Николаевичем. Рядом стоят. Я живу в доме, в котором жил Янковский, Олег Иванович. Вот в этом. С нами не то место. А теперь, говорят, а здесь живет Игорь Саруханов. Ну, наверное. Наверное. Вы знаете, мне хочется еще такой вопрос задать, потому что наша программа идет с ноября месяца. И мы ее пытаемся как-то, понимаете, несмотря на наши технические скромные возможности, как-то разнообразить. И мы сделали такое, ну, мы назвали флеш, мол, конечно, мы не можем в окнах. Я понял, вы молодцы, вы молодцы. Одновременно, вот. Но мы разговариваем последовательно. И задаем один вопрос, который я вам задаю. Песня жива? А? Песня жива? Да, конечно. Очень жива и востребована. Хорошо. А то, что мы видим и слышим в интернете, всегда ли вас устраивает? И как вы на это реагируете? Меня не устраивает, знаете, что? Меня не устраивает, как это объяснить? Когда дилетанты приходят на профессиональную сцену. На профессиональную вот эту, я не знаю, как это можно сказать. Ну, хорошо, в общем, там, где нету профессиональной рифмы, нету эмоций, нету навыков замечательных, профессиональных, исполнительских и так далее, мне это не нравится. Вот и все. Все просто. Но вы не считаете, что вот такие непрофессиональные забьют, в конце концов, вас и профессиональных музыкантов, не только вас, и вас, и нас, из-за юзи всех. Ну, смотрите, немножко вот эта неправильная поставка вопроса забить, потому что есть, смотрите, у каждой целевой аудитории, есть целевая аудитория, причем возрастная целевая аудитория. Работает в данном случае возрастная тема. И забивают не они, а условия, которые ставят средства массовой информации. Например, почему они такие условия ставят? Это же такая длинная цепочка событий. То есть, начинается все с рекламы, денег. То есть, они просматривают, они мониторят и понимают, что самая лучшая аудитория – это молодежь, вот, и которая создает им рейтинг этим радиостанциям, телевидениям, средствам массовой информации, вот, которые уже перешли и в интернет тоже. И дальше уже отсюда они просто смотрят, они даже не вникают, не вникают руководителей этих СМИ, что исполняется, на каком языке, на абрикадабре или там что-то, их не интересует. Главное, что у них повышается рейтинг доли. На телевидении была доля, было 7 или 8, все. То есть, и главное, что в результате – это очень хорошие деньги от рекламы. Поэтому, кто тут… Они, конечно, немножко мешают в этом смысле. И создают конкуренцию возрастную. Понимаете, да? Вот. Но я, повторяю, я… Мне грех жаловаться вот в этих условиях, в которых мы находимся. Тут очень важно понимать, что нужно понять и постараться в этих условиях создать для себя максимально удобные или комфортные условия для работы. Я нахожу… У меня есть команда, которая соображает, думает. И мы как-то справляемся. У нас есть своя целевая аудитория. Она и возрастная, поэтому у меня есть концерты. Но вы знаете, что вот эти, которые забивают, как вы говорите, они не собирают залы, которые собираю я. Понимаете? Они… Вегас-Сити-Холл или Крокус они не соберут. Вот такие дела. То есть тут как бы, знаете, тут палка с двумя концами. Кто тут кого забивает, потому что афиша висит, билеты пропроданы. Это о чем-то говорит же. Если бы я, например… Существует профессия импресарио. Люди, которые устраивают эти концерты, они не будут вкладывать своих денег в устроение концертов, если я не потяну. Значит, если они приглашают, вешают афишу, тратят деньги, значит, я сегодня еще что-то значу. Понимаете? Значит, я все делаю правильно. А что я делаю? У меня работает мой лейбл «Саруханов Мюзик», в котором есть артисты, которые ездят, гастролируют, приносят нам цифровые авторские, которые тоже неплохие, кстати. Но там в основном мои песни приносят. Но это цифровые платформы работают параллельно. Все это все вместе. Это создает рейтинг артистов. И написание новых песен, и выход новых песен в месяц-два-три релиза новых. Сегодня… Раньше мы не могли себе такого позволить. Были другие совершенно условия. И на радио мы отдавали одну песню и полгода ждали. Сегодня нет. Сегодня скорость выхлопа совершенно другая. То есть выпуска и выхлопа. То есть все изменилось. Темпы другие абсолютно. Поэтому надо работать, надо создавать новые произведения. Что я и делаю. Поэтому у меня получается. И не сказал бы я, что там… У нас есть конкуренция. Есть хорошая, нормальная, здоровая конкуренция. Мы там не деремся. Просто ты молодец, спел хит, красавец. Не спел, извини. Вот так вот. То есть сам виноват. Игорь, вы очень хорошо расставили приоритеты, что есть интернет, есть онлайн-аудитория, есть живая аудитория, концертная работа. То есть этот момент очень такой серьезный. Очень. И, наверное, последний вопрос я вам задам. Какова ваша целевая аудитория? Как вы считаете? Моя целевая аудитория – это одноклассники, может быть, Фейсбук. Ну, Фейсбук – это Америка. Ну, это я могу сказать. Сейчас 35, может быть, 45 плюс. Вот так. Вот так, да? Это моя целевая аудитория. Это взрослые люди. Потому что, ну, понимаете, девочки, там, 20-летние, 22 годика. Хотя вот 25 у меня в зале есть, 25 плюс. Просто есть умницы, есть образованные люди, понимаете, в конце концов. Хорошо начитанные. Вот эти люди – это мои все. Это вся моя аудитория. Потому что я поднимаю очень глубокие, хорошие, классные проблемы, которые описываю в своих произведениях. И многие, ну, они просто стали хитами во всем русскоязычном мире, скажем так, без зазрения, так сказать, совести. И особо, чтобы не быть слишком скромным. Тут очень скромным тоже не получится. Потому что, вот, например, такое произведение, как «Скрипка леса», 27 лет, не дает покоя. Люди спрашивают, как она называется. Это очень хорошая удача, я считаю. Ну, в общем, суть в том, что один в поле не воин, без команды результатов не будет. Вот это все у меня есть. Я очень рад и счастлив, что так сложилась моя судьба. Мне очень нравится, что происходит. Игорь, мне очень приятно было с вами поговорить, потому что, как бы, все время я возвращаюсь сначала. Мы давно не виделись. И так хорошо, что вы сейчас находитесь вот в таком, ну, я скажу грубо, в рабочем вот таком состоянии. Абсолютно. Да, да, да. Я не выхожу из этого состояния вообще. Просто кайф. Прекрасно все. Грех жаловаться – это то, что... Это очень приятно слышать. Я желаю вам успеха. Огромное спасибо за беседу. И я думаю, что мы обязательно с вами продолжим. С удовольствием, с удовольствием. Всего доброго. Спасибо.